Следующий вопрос. Одним из очень известных иллюзионистов был Гудини. Вы пытались повторить трюк Гудини с обмотанными цепями погружаться в воду? Подобный трюк делает мой очень хороший друг. Он приезжал недавно с командой иллюзионистов. Это его фирменный трюк, который он делает. Именно этот трюк я не пытался повторить. Мне очень нравится трюк Гудини в гудини-ящик, когда его в цепях заматывают в деревянный ящик, ящик обматывает цепями, он за секунду из этого всего освобождается. Кстати, наша интерпретация этого трюка также будет нашел. Что касается опасных каких-то таких вот трюков, это эскипология, зачастую он родом начальных жанра эскиполог, это освобождение из всевозможных, он, собственно, сам его и придумал. С каждым новым фокусом повышает планку для своих возможностей и для восприятия зрителя. Но, опять же, это целый жанр, в котором нужно бориться. Да, иллюзионисты зачастую берут микс, какой-то трюк из чтения мыслей, какой-то трюк из таких вот освобождений. Но подобные цепи требуют постоянной практики и поддержания в себе формы, что достаточно сложно. То есть я все-таки больше люблю большие иллюзионы с исчезновениями, с ломантикой, с магией. То есть мне больше в ту сторону привлекает этот жанр. Такой вопрос. Следующий. Залог хорошей работы иллюзиониста не только в ловкости рук, но и в правильно подобранной ассистентке. Это сложно быть ассистенткой иллюзионистой? Какими качествами необходимо обладать? И подписывают ли они контракт о неразглашении секретов фокусника? Первоначально у меня вообще был в команде контракт о неразглашении секретов, но это, скажем так, с одной стороны не убережет, какие бы там ни были штрафы или меры за разглашение секретов, все равно человек это может не остановить. Мы все-таки стараемся строить отношения как бы на доверии, на дружбе. И с другой стороны, если, скажем так, ассистентке вот этот трюк-секрет знать не надо, ей его знать не надо. У нас нет такой общей лекции, смотрите, как это сделано. То есть зачастую мы стараемся так, чтобы, ну вот, ассистенты, от которых зависит многое, они знают нюансы всего. Ассистентке в идеале должны знать нюансы только своей работы, чтобы как бы не брать лишнюю информацию на себя. Сложно ли быть с ассистенткой фокусника? Ну, это экстремально. Зачастую ты делаешь какие-то такие вещи, несвойственные тебе, ты должна быть пластичной, умеет танцевать, хорошо двигаться, хорошо выглядеть, следить за собой. Очень-очень-очень большой спектр вещей, которые, ну, ассистентке должны уметь делать. Ну, плюс физически это не очень легко. То есть на сцене это выглядит классно, весело. Ну, кажется, вообще ничего там сложного. Ходишь по сцене, улыбаешься, да, и всё. Ну, да, перед этим через день по 3-4 часа репетиции я в зале. То есть сцена, это уже, знаете, это как финал. Это уровень, до которого ты смогу догнать, принять свои репетиции. На сцене лучше, чем на репетиции, вернее, лучше, чем есть, ты не сможешь сделать на сцене. Потому что это как бы все-таки взаимосвязь между ассистентами, ассистенткой, тобой и, собственно, командой, которая работает на сцене. Но у вас есть ассистентка? Нет, на их несколько. Постоянная дверь. А где вы их находитесь? В цирковном училище? Нет. Опять же, это такая более закрытая атмосфера в полосах. Своя тусовка в полосах. Да, ну, в какой-то момент кто-то из танцевального коллектива к нам перешел. Потом уже ты начинаешь спрашивать, нужна примерная фактура, типажа, цвет волос, ассистентка. В таких-то там условиях или для такой-то поездки. И уже как бы друзья как бы приводят. По сарафанному рану. То есть, в принципе, каких-то объявлений у нас в толпах, но и не вершин. У нас, как бы, слава богу, не такая типичность кадров. Их все, в принципе, вакансии закрыты. Еще такой вопрос. Когда-то знакомая там рассказывала секрет фокусов, как распиливают тело. И я так понимаю, что очень важным качеством является гибкость человека, который распиливает. Вы распиливаете себя в своих фокусах? И как у вас с гибкостью? Как часто вы занимаетесь, чтобы эта гибкость у вас присутствовала? С одной стороны, если ты все время практикуешь, ты все время в форме находишься. А с другой стороны, по распиливанию, у нас нет этого трюка, у нас есть другая версия. Трюк, презентация которого будет. Не хотел открывать карту, слава богу, нету фотографии. Будет достаточно, ну, любой трюк на сцене, он физически сложный, если ты его делаешь сам. Не просто за тебя там кто-то, ты машешь руками. То есть, я все-таки сторонник того, что максимальное количество фокусов иллюзионист должен делать сам. Ну, собственно, возраст, здоровье позволяет. Исчезновение, залезть там в сундук, связывание, пробивание, прокалывание, распиливание. Как можно больше, бельзионист должен делать сам. Это, собственно, его работа. Именно мне по кайфу, мне нравится это делать. Но физически это, как бы, предполагает какие-то нормальные данные, выносливость. То есть, ну, у меня есть хороший бэкграун по танцам. Я достаточно давно, долго занимался плаванием. То есть, есть, как бы, какая-то физическая подготовка, но, тем не менее, легкая гимнастика с утра, в принципе, она каждый день приветствуется. А ловкость пальцев? Вы делаете какие-то специальные упражнения, разминку их постоянно или это, опять же... Изначально, когда я начинал, да, у меня был ряд, скажем так, упражнений с монетами, с кольцом, с картой, там, с еще каким-то мелким предметом, чтобы развивать моторику. В дальнейшем, опять же, если ты показываешь то, что ты уже умеешь, у тебя наработана техника. Если что-то новое, понятно, для тебя это нужно репетировать, проверять, с какого ракурса хорошо смотрится, с какого... Ну, не надо показывать фокус, но, опять же, это все только в работе приходит. То есть, нельзя отрепетировать трюк идеально дома, там, перед собой, перед супругой, перед друзьями. То есть, его нужно уже вводить в программу и смотреть, как на него реагируют зрители. Помимо того, что вы делаете различные трюки, я читала, что вы еще и менталист. Насколько тяжело научиться считывать реакцию людей? Скажем так, я в жанре ментальной показываю только несколько экспериментов. Опять же, это целый отдельный жанр, индустрия. Это такой же микс, знаете, психологии, личного опыта общения с людьми, каких-то там техник, скажем так, улавливания, о чем думает человек. Скажем так, я могу показать некоторые эксперименты, но в чистом виде все-таки больше иллюзионист. Это приходит от того, когда день за днем ты вызываешь жителя на сцену, предлагаешь ему тот или иной трюк или в чем-то поучаствовать, и уже есть какое-то такое вот ощущение, вдруг у нее любимый цвет зеленый. Ты себя начинаешь проверять. Зачастую начинает совпадать. И вот от какого-то такого, знаете, огромного количества людей, с которыми ты общаешься ежедневно, появляется, знаете, там вот что-то есть знакомое, что-то видел. А не вот, а не так, а не такая ли машина, а может это. И это больше, знаете, на предчувствии, на предугадывании, как бы мог себя провести человек. Ну и если это совмещать еще с сознанием и психологией, то тогда можно, скажем так, показывать очень такие серьезные эксперименты. С одной стороны, этому как бы может каждый научиться, но не у каждого есть способности, чтобы, знаете, максимально как-то себя в этом раскрыть. То есть это баланс. А гипноз не планируете еще освоить? Я, а нет. Опять же, это отдельно, и этому нужно посвящать очень много времени, гипнозу. Поэтому, в принципе, я все-таки в своем жанре остаюсь. У вас в досье написано, и вы упомянули, что являетесь консультантом на битве экстрасенсов. А чего вы консультируете на этом проекте? Да, мы консультируем несколько сезонов, и детей, и взрослых. Суть какая была? Придумать некий трюк, вариант А. Есть трюк, когда его можно сделать посредством рук, и можно уследить за руками. Можно не уследить. А иногда можно просто попробовать прочитать человека. То есть суть была такая. Я делал некий эксперимент, который позволяет зрителю у экрана себя проверить. А телевидение снимало реакцию этих экстрасенсов. Зачастую у них задача была попробовать влезть в мозг, прочитать, но всеми какими-то доступными средствами заглянуть в будущее, то есть где окажется искомый предмет. И на это была настройка. А я придумал такого, чтобы не было, чтобы не было возможности сделать какую-то подсказку для экстрасенса, чтобы был абсолютно чистый, непредвзятый эксперимент между, такую стычку между экстрасенсом и иллюзиомистом. Доводилось ли вам применять свои навыки иллюзионов в жизни? Ну, например, вас останавливает гаишник, вы так, оп, вы достаете права из его личного кармана, свои права, и он там уже забыл о вашем нарушении, и вас отпускает с улыбкой на лице. Не будем упоминать некоторые такие моменты. Скажем так, я стараюсь все-таки в жизни применять это какое-то обаяние, которое свойственно вот как бы жанру и фокусу. Но если уже очень как бы не коннект, туда показать какой-то фокус. Очень-очень часто это помогает в аэропортации. Частую, когда ты летишь за большим багажом, или ты там отправляешь, там, не знаю, 60, 100, 150 килограмм реквизита, это всегда снимает время, это очень много инстанций, людей, всяких проверок, чего ты везешь и куча документов. Но зачастую, когда на стойке регистрация, там, я иллюзионист, о, да ладно, покажи, что ты, и все. Тебя могут, ну, скажем так, могут просить, ну, скажем, наоборот, ты можешь не заплатить за багаж, который по наднормовой. То есть это вообще отдельная история, как это все оплачивается. Тебе могут там дать просто, потому что человеку нравится жанр, там, сидение классом выше. Ну, это не к тому, что ты хочешь этих целей дать. Это, как знак внимания и уважения человека к тебе, к жанру. Плюс ты навстречу идешь, можешь показать какой-то фокус или быстро обучиться. И такой, знаете, обмен любезностями получается. Зачастую, когда есть, ну, с гаишниками на фитфоне никаких сложностей никогда не возникало. То есть стараюсь, как бы, ездить по правилам. Тут своя философия. Ну, это, скажем так, помогает быстрее открыть человека, понять, как бы, взаимно, ну, потребности взаимные и, как бы, двигаться дальше, решая какие-то вопросы. Гости нашего пресс-центра часто, ну, артисты, певцы рассказывают о райдерах, которые у них присутствуют, когда они ездят на гастролях. Есть ли райдер у фокусника? И какие там необычные пункты, помимо технических, есть? Вы знаете, самый важный вообще для меня райдер, это, опять же, технический, это свет звук, это площадка, как это будет выглядеть. То есть все-таки для меня это самое, что мне на есть важное, самое дотошное. Это за то, что, ну, там, допустим, мой администратор может, скажем так, очень настойчиво других подрядчиков просить сделать так, как надо. Что касается каких-то бытовых вещей, они, ну, для меня не существенны. Это обычная еда, чай, кофе, никакого алкоголя, ни до, ни после. И, собственно, у нас такая, как бы, политика. Мозг должен оставаться ясным, потому что жанр требует огромной концентрации и очень большое количество деталей. Не забыть проверить, посмотреть, убедиться. То есть это все дополнительная работа, которую нужно делать. То есть необычных каких-то вещей. Какой-то проверочный пункт у вас есть? Например, пишут, вот только зеленые конфетки ММДенс, и тогда они понимают, когда перезвонят, почему только зеленые. Тогда артист понимает, что райдер читали. Нет, но я иногда думаю об этом, сделать какую-то подобную штуку. Ну, зачастую мы, как бы, работаем с одними и теми же подрядчиками, организаторами, когда если, ну, технический райдер тот же, да, бытовой, да, все. То есть они уже знают, как нужно сделать, чтобы, опять же, не усложнять людям работу. Я за то, чтобы все-таки, все, что касается технической части, должно быть сделано максимально хорошо. Это, ну, как бы, наше лицо, это то, какое впечатление наша программа производит на зрителя. Это самое важное. Технические вещи, если у меня там не будет свежевыжатого фреша из мандарина Австралии какой-нибудь, ну, уж как-нибудь переживем, тем более, что, ну, как бы, у нас нету такой позиции. Есть ли фокус, о котором вы мечтаете? Есть. Какой? Какой? Это полет, это своя версия полета человека. На самом деле, ну, ее пока только, это только мечта сделать свою версию этого фокуса. У многих иллюзионистов она есть, и поэтому, скажем так, она производит невероятное впечатление на зрителей. Ну, и для иллюзиониста это тоже вызов, это достаточно другой уровень. Любят повторять одни мои друзья. Поэтому это все-таки полет. Полет это такая, знаете, фантазия, которая, в принципе, посвящает каждого человека. И когда кому-то удается ее платить, это уже как бы вау. Это чудо. Высоты не боитесь? Боюсь. Ну, летать хотите, да? Ну, летать хочу, да. А если говорить о самом опасном трюке, который есть сейчас в вашей программе? Я думаю, что это трюк пика, когда я впадаю в такое некое анабиозное состояние, и меня на спину кладут на металлический штырь, который спустя некоторое время пробивает мое тело. Это очень сложный физический, технический трюк, пожалуй, наверное, самый волнительный трюк в программе, до которого ты все время думаешь о нем, и после которого ты думаешь идем дальше, чисто физически очень сложный, ну, и как бы, скажем так, ты полагаешься на троих ассистентов, и все зависит уже от них, не от тебя, то есть от тебя зависит самое начало. То есть вот здесь вот трюк на доверие и на опасности это, пожалуй, самое такое тяжелое висполнении. Вопросы закончились, и вы нам обещали показать какой-нибудь фокус в прямом эфире. Да. Сейчас я включу. Давайте сделаем такой вот эксперимент. Колода карт. Вы решили и на видео снять, но мне нужна будет ваша помощь. Да. Я буду делать одновременно. У меня для вас есть маркер, и если не сложно, выбирайте любую карту. Так. Я покажу ее. О, можете на камеру показать. Я покажу всем зрителям, позвольте. Вам ее нужно подписать, написать на нее что-то. Сможете? Я могу вот так подержать, а вы на ней просто отметочку поставите. Поставлю галочку. Галочку. Кто такой? На всю карту. Есть. Есть. Отлично. Смотрите. Вы поставили галочку, но мне кажется, она какой-то такой интересной формы. Хотя зачастую, знаете, ставят не галочку, а какие-то там солнышки, домики рисуют. Мы сделаем вот что. Я вообще не планировал искать вашу карту. Я выше этого. Это может найти кто-нибудь другой. Давайте так. Я колоду вообще отложу в сторону. У меня при себе есть небольшой такой кошелечек. Я нашел его. Одну секунду. Где-то он у меня затерялся. Есть. Фойе, когда пришел. Я дам свою визитку. Вот такой вот кошелечек. Вы мне набираете по вот этому короткому номеру, и в любой момент я скажу, какая у вас была карта. Сувенир. Да, я не понимаю, как вы это делаете. Приходите на шоу, там будет гораздо больше трюков, которые, я надеюсь, вы не поймете, как они сделаны. Давайте в заключении еще один трюк. Каждый из вас знает и слышал о том, что в имени заключена магия. Правильно? Правильно. Выбирайте веб-карту. Все так же. Есть? Да. Смотрите. Можно мне маркер. Напомните, пожалуйста, еще раз ваше имя. Татьяна. Значит, ничего не изменилось. Давайте я подпишу как вот так. Таня. Мы покороче пойдем на карту. Итак. Смотрите. Если взять ваше имя и карту, внимание, на руки, то появляется следующая магия. И фломастер, внимание. Видите? Да. Давайте еще раз проверим. Карта целая. Есть каких-либо отверстий. Вот таким вот образом можно посещать банки, юбидирные магазины. Ну, конечно, если у вас достаточно сильная магия имени, как у Татьяны. Держите. Будет вам еще один сувенир. Еще один сувенир. Сплошные сувениры сегодняшней онлайн-конференции. Спасибо, Роман. Спасибо. Приглашайте на ваше соу-шоу еще раз. Друзья, 15 апреля буду рад видеть всех вас в Октябрьском дворце на своем иллюзионном шоу «Век иллюзия». Кстати, режиссером шоу выступает Светлана Митрофанова. Поверьте мне, трюки будут сумасшедшие, а постановки не менее яркие. Жду всех в зале. Продолжение следует...